Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащее нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. В нашем поколении есть большая опасность. Мы первое поколение, которое проходило путь становления после того, как коммунистический режим упал в нашей стране. И мы были очень ограничены в своих возможностях. И многие из нас, родители, сегодня, мы обеспокоены тем, чтобы дать нашим детям то, чего у нас не было. Мы хотим дать им хорошее образование. Мы хотим им дать какие-то перспективы в жизни, чтобы они прожили жизнь лучше, чем прожили наши родители, чем прожили мы. И каждый из нас, мы смотрим, и мы как бы пытаемся исправить какие-то пробелы, которые были в наших, может быть, семьях. К примеру, ты вырос в бедной семье, вы не всегда могли себе позволить что-то одеть или, может быть, покушать или еще что-то. Ты можешь зайти в свою комнату для своих детей, ты можешь посмотреть на те игрушки, которые есть у твоих детей. Я уверен, что каждый из нас, мы покупали те игрушки, о которых мы мечтали в детстве, чтобы они были у нас. Но у нас их не было. Я помню, я привозил своим пацанам отовсюду машинки на пульте управления. Им вообще они неинтересны были. Они один день поиграют и все. Когда они выросли, я открыл шкаф. Смотрю, мама родная, у меня тут вагон этих машинок, понимаете. Стою и думаю, папа реализовал свою несбывшуюся мечту. Пацаны ушли из дома, и я начал эти машинки носить. Потому что мальчикам, которые в церкви встретили кого-то, раздаривая им. Почему? Потому что мои дети ушли, и им даже не нужны эти машинки. Они им не были интересны. А я помню, я мечтал о железной дороге. У моего друга была железная дорога, я к нему ходил. Он так машинистом не стал, хотя я думал, что он министром каким-то станет. И вот мы находимся в очень опасном состоянии. Мы можем первостепенное поставить на второй план, а второстепенное поставить на первый план. И у нашего поколения, и у нас, как в церкви, есть большая опасность потерять будущее поколение. Поколение, на которое мы не сильно, может быть, смотрим с большим воодушевлением, потому что они часто нас разочаровывают. Они нам кажутся достаточно несерьезными, они нам кажутся достаточно какими-то увлеченными чем-то, не тем, чем нужно. И мы где-то уничижаем это поколение, а где-то пытаемся им помочь в том, что на самом деле они и сами возьмут лучше нас. Вот что нам, как в церкви, нужно делать, чтобы мы, как в церковь, не вошли в состояние покоя и стагнации, начали терять поколение. А чтобы мы, как в церковь, дали самое важное, что нам нужно и Богу нужно для наших детей. Где тот секрет успеха твоей жизни? Где секрет успеха твоего ребенка? Где секрет успеха нашего служения? Где он кроется? Знаете, у нас в России есть хорошая пословица. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Иоанн Иоанна, 15 глава. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Хочешь ли ты, чтобы Бог был твоим другом? Хочешь ли ты, чтобы рядом с тобой был тот, который назвал тебя своим другом? Сам Господь Бог, Иисус Христос, говорит, ты мне друг, если ты делаешь то, что я прошу тебя делать. А что он говорил? Представляете, он оставляет эту землю, он говорит, идите и проповедуйте Евангелие всем, кого вы не встретите. Вы знаете, в Библии есть один человек, о котором написано, вы можете не читать, в бытие, в пятой главе написано, Мафусал жил 969 лет и умер. Представляете, тысячу лет прожить на этой земле. 969 лет, когда ты читаешь о нем, что еще в бытие написано о нем? Что еще нам Библия описывает, а Мафусале? Мафусал жил и умер, и ничего. А Филипп пошел в Самарию и открывал церковь, будучи отроком. И он вошел в историю, как человек, который насадил церковь, и он приводил людей ко Христу. Павел, который прожил не такую длинную жизнь, но он написал несколько посланий церквям, которые он открыл. Он вошел в историю, как один из величайших людей. Он не жил 969 лет. Он не жил такую длинную жизнь. Но он что-то оставил после себя такое, что оказывает влияние на сегодняшний день. У него были сильные отношения с Богом. Послушайте, а мы можем позаботиться о том, чтобы наши дети прожили прекрасную жизнь, ни в чем не нуждаясь. Мы можем дать им лучшее образование. Мы можем дать им все самое лучшее, что может быть в их домах и в их квартирах. Они могут одеваться лучше, чем другие дети одевались. Они могут получить работы лучше, чем другие. Но если они проживут просто эту жизнь и не принесут плода, то наша жизнь будет пустая, бесцельная. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назову вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от отца во имя мое. Он дал вам. Господь говорит, я стал моим другом, я оставил для вас заповеди. У меня есть цель для вашей жизни, у меня есть цель для вашей церкви, у меня есть цель для вашего служения, у меня есть цель для вашего призвания. Приносите плод. Приносите плод. 28 лет назад я приехал в этот город вместе с Павлом, вместе с Сергеем, вместе с Андреем. У нас было четыре молодых человека, у которых не было ничего. Желание, страсть исполнить волю бочью. Все, что мы делали, мы проповедовали, мы шли. У нас не все получалось, мы между собой не были такие, знаете, прям закорнелые друзья. Мы не понимали друг друга, но великое благо в жизни, что спустя 28 лет мы все еще остаемся вместе. Знаете, для чего? Чтобы приносили плод. Церковь, мы хотим успеха. Давайте станем другом Богу. Давайте будем проповедовать Евангелие, открывать церкви. Проповедовать Евангелие, открывать церкви. Это то, что Он нам заповедал. Представляете, Иисус сказал, что мы, Бог сказал, что мы вообще не должны ни о чем никогда завидовать. Вот почему американцы и Россия вот такие друзья, знаете, то мы миримся, то мы ругаемся. У нас постоянно какая-то гонка, мы друг друга догоняем, знаете. То они только надумали, людей в космос отправили. А мы на два дня раньше отправили в космос, понимаете. Вот мы отправили. Вот мы молодцы. Но они, конечно, на Луну отправили. Нам это не очень нравится. Но мы скоро тоже на Луну отправим. Вот мы есть не будем, но на Луну отправим. Оказывается, эта гонка стала в наших домах, в наших семьях. Мы приходим домой. Ты видел Машу? Какую Машу? Но которая в новой шубе пришла в церковь. Что, не видел, что ли? Вот видишь, какой у нее Вася? Вася, молодец. За два года уже третью шубу купил. Маше. А я у тебя. Мы покупаем автомобиль, потому что кто-то купил автомобиль. Мы меняем жилищные условия, потому что кто-то поменял жилищные условия. И мы не заметили, как крутинатая жизнь. Она захватила нас так сильно, что мы оставили то, что сделало нас другом, Богу. И мы потеряли радость. И мы потеряли наслаждение. Мы потеряли цель. И сегодня наши дети, они ходят везде. В церковь некогда сходить. Они слишком заняты всю неделю. Поэтому в воскресенье мы их так любим, мы их так жалеем, что они просто отдыхают дома. Потому что если еще ее взять в церковь, то ну она вообще у меня тогда не выживет. Потому что она у меня и в музыкальной, и в театральной, и в хореографической, и в балетной, и в каких только школах она у меня не посещает. Еще и в воскресенье в церковь везти, то ребенок вообще не будет отдыхать. И некоторые из нас, мы оставили наших детей. Некоторые из нас, мы оставили то, что важно в их жизни. Разве что-то более важное, чем вкладываться в то, что Господь сказал, я вам заповедую это делать. И вы, мои друзья, я буду заботиться о вас, но я хочу, чтобы вы приносили плод. Я хочу, чтобы вы не проживали просто бессильную жизнь. Я хочу, чтобы вы приносили плод. Послушайте, давайте мы, как отцы, станем примером для наших детей. Давайте мы, как матери, научим наших детей любить Бога, молиться. Давайте мы, как отцы, защитим наших детей. Чтобы в наших детях, чтобы в наших семьях, они никогда не видели никакого насилия. Чтобы они никогда не видели, как мы обижаем друг друга. Чтобы они никогда не видели, что мы можем позволить себе обидеть их. Послушайте, наша ответственность, как это сделать? Это быть другом Богу. Он поможет нам. Не новый холодильник поможет нам, не новый автомобиль, не новая квартира. Бог поможет нам и детям наших. Он позаботится о нас. Он не оставит нас в нужде. И давайте откроем себя для Бога, чтобы Он начал использовать нас в полной мере, насколько Он может использовать. Бог, возьми нас. Используй нас. Веди нас. Используй нас. В жизнях каждого живущего человека в этой стране. И однажды мы пристанем пред Ним. Он скажет, ты веру сохранил. Ты течение совершил. Знаете, Бог дал нам великий пример людей веры и посвящения в нашем поколении. Чтобы мы могли сделать еще больше, а наши дети еще больше. Чтобы мы были теми, которые поможем поколению Давида сделать намного больше, чем наше поколение. И мы не будем им завидовать. И мы не будем им завидовать. Как уже было сказано, что Саул потерял свой мир только потому, что зависть пришла в его жизнь. Но вы знаете, есть одно место, где Господь говорит. 1 Коринфянам, 14 глава. Представляете, в Библии нигде не написано, что ты должен завидовать вообще. В заповеди не завидуй, не желай. Аминь. Но есть одно, которое не имеет ограничений. И Бог говорит, проси много. 14 глава, 1 Коринфянам, 1 стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Здесь слово ревнуйте подразумевает желайте. Знаете, это как у вас, конечно, в идеальной семье у вас такого не было. А у нас было такое, знаете, мы что-нибудь кому-нибудь там с пацанов купим, а другой стой дуется на меня. А что ты дуешься? Потому что того больше любят брата, чем меня. Почему? Вы ему купили, а мне не купили. Поэтому нам приходилось, знаете, вот покупаем игрушку, четверым надо покупать. Почему? Чтобы не было никакой ревности. Потому что если мы одному купим, то вот ревность. Я помню, как уже вам рассказывал много раз, как наш Илюша такой становится какой-то важный, такой маленький. Мы его все так любим, он такой гордый стал. Я потом начал говорить, кто у нас самый красивый в семье. О, его видели потом, моего сына. Кто самый красивый? Папа. Не, мама. А кто потом? Папа. А кто еще? Саша. А кто еще? Виталик. А кто еще? Давид. А кто еще? Я говорю, слушай, ну у нас и кошка тогда была. Кошка у нас красивая. Да, красивая. Говорю, собаки у нас, да, и собаки красивые. Короче, дошло до того, что уже мыши в нашем подвале в доме красивые. Я ему потом говорю, ну и ты у нас тоже красивый. На следующий день я ему говорю, красавчик, иди сюда. А он мне говорит, ему было лет пять, наверное, так. Красавчик, который после мышки, который живет в подвале. Я понял, что, знаете, я его как отец пытался как-то смирить немножко, чтобы он понимал, что не самый он красавчик в семье, да? Как-то работал над этим. Но я увидел вот эту ревность в нем, знаете, что вот как ты мог так? После мышки, которая живет в подвале. Писание говорит, ревнуй. Представляете, вот мы молимся. О чем? О новой машине? О новой квартире? Чтобы мы ставим. Бог, ты знаешь, вон, в маршру с Васей соседи наши, они живут уже в трехкомнатной. А мы в однокомнатной. Нет. Господь говорит, не желай. Не завидуй соседу, который переехал в трехкомнатную квартиру. Не завидуй, что ему ипотеку 30 лет платить. Не завидую ему вообще. У него большие проблемы в жизни. Благодарю Богу, что ты без ипотеки в коммуналке живешь. О чем ревнуй? Представляете, вот мы читаем писание про Илью. Вот мне нравится Илья, да, пророк. Он был такой нормальный пророк. Помолился, дождя три года нет. Представьте, если бы мы в Перми попросили бы Бога дождя три года, чтобы весь город радовался бы, знаете, что у нас. А там другая ситуация. Там попросил и кушать нечего. И люди голодают. И что им надо делать? Они Богу начинают молиться, потому что у них проблемы в жизни. Проблемы из-за чего? Человек Божий помолился. Ну, у него был такой, знаете, метод работы. Пришел колодец, смотрит, тут люди что-то не очень себя ведут хорошо. Проклял колодец, и он. Все, пить нельзя. Корова попила, сдохла. Все, никто не пьется до его колодца. Метод работы. Пришел в деревню. Будете Богу молиться? Не будем. Хорошо, все, воду пить не будете нормальную. Все, вся деревня Богу молится. Но мне нравится Елисей. Он смотрел на все это и говорит, Илья, я хочу больше, чем у тебя. Вот Библия говорит, не завидую, а я хочу больше, чем у тебя. Дай мне, Господь, помазание больше, чем у тебя. Илья, помолись за меня, чтобы то, что ты сделал, я сделал больше в два раза. Мне нравится, другой был метод работы. Он принес большее, слава Богу. Представляете, голод. Кушать нечего. И Елисей встает и говорит, завтра будет изобилие. Во время голода он высвободил изобилие. Человек, который стоял и говорил, слушай, да это не может быть такого. Для тебя не может. Для всех будет. Изобилие. И на следующий день изобилие. Во время голода. Приходят, а что у вас с колодцем? Слушай, а у нас вода тут был до тебя, проповедник один. Он тут это, ну. Сделал так, чтобы мы Богу молились, да? Я хочу, чтобы было больше, слава Богу. Господь, исцели этот колодец. И колодец, да, стала живая, хорошая. И все пьют. И что делать деревня? Еще больше славы Богу приносит. Благодарит Бога. Аминь. Но Бог пошел дальше. Он повел нас дальше. Я хочу, чтобы было больше мне славы. Петр. Идет. И тень его. Касается людей. И тысячи людей каются. Много славы Божьей. Дары Божьи распространяются. И Бог в моем поколении говорит. Проси много. Ты знаете как? Читаешь Библию про Илью. Господь, я хочу, как Илья. Потом ты читаешь про Илья. Господь, я хочу, как Илья. Потом ты читаешь про Петра. Господь, я хочу, как Петр. А потом приходишь к нему и говоришь. Бог, я хочу, как у Елисея, у Ильи, у Петра и у Павла. В два раза больше, чем у них. Ревнуйте о дарах духовных. Почему мы сегодня, как церковь, которая переживает писательство, которая крещена духом святым, мы сегодня мало видим чудес, мало видим знамений, мало видим пророчеств, мало видим истолкований языков. Иисус говорит, ревнуйте. Просите у меня это. Для чего? Чтобы я использовалась, потому что у веровавших в меня будут какие знамения. Мертвых будешь воскрешать, бесов изгонять. Бог говорит, я буду через себя-то делать. А мы не просим. Мы просим новые машины, мы просим новые квартиры, мы просим новые учебные заведения для детей. Мы просим, Господь, дай нам денег, оплатите им образование. Вот что мы просим. И то только потому, что мы кому-то завидуем. Поэтому мы это просим. Поэтому не получаем. Ревнуйте о дарах духовных. Церковь, давайте мы ревностно будем. В каждой молитве, молиться и просить Бога о великих, божьих дарах. Чтобы дары Божьи начали действовать в наших церквях. Чтобы ты пришел и сказал, послушай, у меня ни золота, ни серебра нету. Но что я имею, то даю во имя Иисуса Христа. Встань и ходи. Я помню, как один брат пришел к женщине одной в суде. Он говорит, послушайте, вас убить хотят. Она смотрит на него. А вы откуда знаете? Бог ему открыл. Она должна была рассматривать дело против церкви. Она ручку убрала, очки поняла. Он говорит, не переживайте. Бог защитит вас. И когда он пришел на рассмотрение свое дело, как вы думаете, какое было решение? Положительное для церкви. Дар. Послушайте, дар дан нам для созидания тела Христова. Поэтому нам нужно высвободить эти дары. Нам нужно высвободить вот этих молодых людей, чтобы они как дар Божий сделали намного больше, чем мы с вами. Мы должны высвободить дары, которые у Бога есть для нас, которые мы не просим. Он не сказал, что я дам только кому-то. Ревнуйте о дарах. Просите меня. Представляете, нет ограничений. Проси много. Проси много. Нам даже в голову не приходит. Как я могу попросить, как у Ильи? Как я могу попросить, как у Елисея? Как я могу попросить, кто я такой, чтобы думать о Павле? А Бог говорит, да послушай, успокойся ты. Проси много. Я дам столько, сколько надо. Проси у меня. Ревнуй об этом. Мне было 8 лет, когда Бог крестил меня Духом Сятым. В 9 лет мой друг, одноклассник, он в 9 лет, он пророчествовал, он высвобождал силу Божию. Все были в шоке. В 9 лет ребенок мог говорить свежее слово от Бога. Знаете почему? Потому что мы начали ревновать. На нашу воскресную школу мечтали взрослые попасть, которые по 30, по 40 лет не могли получить крещение Духом Сятым. Бабушки заходили, становились на колени к нам, к детям, выходили, получая крещение Духом Сятым. Что-то невероятное Бог делал. Если Бог это мог делать, когда нам было по 8 лет, разве Бог не будет делать это, когда нам по 50? Все, что нам нужно сделать, нам нужно начать ревновать, вернуться к простоте Ивановне, просить у Бога. Бог тайна. Бог тайна. Бог, я хочу, чтобы было много плода. Бог, дай мне все необходимое для этого. И кому-то Бог даст открывать еще новое предприятие, чтобы поддержать ресурсами церкви. Кому-то Бог даст силу Духа Святого, чтобы воскрешать мертвых, изгонять бесов, приводить людей ко Христу. Бог будет действовать могущественно. Послушайте, в нашей церкви, в нашей стране есть достаточно всего, чтобы нам быть успешным поколением для Его славы. Все, что вам нужно сделать, согласиться, просить у Бога много. Не бояться просить у Бога много. Я всегда хотела служить Богу на полную катушку. Хотелось больше делать для Бога. До проекта я служила в молодежном служении, была в лайф-дэнс, помогала в разных мероприятиях, вела домашнюю молодежную группу, работала. У меня была своя компания. В 2018 году я просто сижу и думаю, ну вот сейчас мероприятие пройдет, мы начнем следующее мероприятие. И такая, думаю, что же дальше? Потом снова следующее и следующее. И я начала молиться, и мне пришло на сердце, что может пойти в год для Иисуса, когда ты можешь с утра до вечера полностью просто отдавать все время Богу и служить с утра до вечера. И мне нравится, что в ГДИ мы много служим именно людям, которые не знают Бога. Что мы ездим, рассказываем тем людям, которые никогда о нем не слышали или никогда его не принимали в сердце. Мы ездили в поселок Кусью, мы подошли к одному дому, и там совершенно не было расчищено к нему, вообще была тоненькая тропиночка. И мы зашли, и никто не открывал дверь. Мы стучали, никто не открывает. В общем, мы сами решили зайти, и там оказался человек. Мы кричим, кто-то есть дома, он машет рукой, говорит, мне плохо. Мы к нему зашли, он, оказывается, был с похмелья. Его звали Александр. И он сел, начал с нами общаться, мы сказали, что мы хотим ему рассказать об Иисусе. Очень с радостью принимал это слово и говорил, я хочу изменить свою жизнь, я хочу что-то другое, что было в моей жизни. И это нас прям вообще сильно обрадовало. Он тут же позвал своего друга, говорит, подождите, я сейчас его приведу, подождите. И мы рассказали еще его другу Евангелии. Я молюсь, чтобы войти в призвание Божье, чтобы исполнить волю Божью, и чтобы исполнить все, что у Господа есть на мою жизнь. Наверное, все-таки ангел-хранитель, и Господь Бог мне помогает. Я в каких трудных минутах не попадала, меня всегда выручала. Проект для меня это вообще особенное время, потому что до проекта я давно уже, Господь, стучался мне вот именно об этом проекте. Много лет подряд я много работ поменял, много в жизни попробовал. В учебе пытался состояться, в чем-то еще. И сейчас вот с этой замечательной командой каждый день, когда мы ездим, он чем-то особенным наполнен. И до проекта у меня вообще не было никакой цели в жизни, я не знал, куда двигаться, зачем. Уже когда начался проект, я наконец ощутил, для чего я живу, зачем я здесь, на этой земле, и вообще для чего я предназначен. И сейчас это время идет, я постепенно развиваюсь, мы ездим по городам, и это действительно свет для меня. Я открыл в себе много талантов, много хорошего, и открыл в себе Божью любовь, и вообще зачем я живу. Редактор субтитров А.Семкин